Всем привет! Я Елена Говарова. Сегодня я ведущая программы Олимпийские истории. Сегодня у программы. Бронзовая призерка Олимпийских игр с потрейного стрибка Олена Говарова поделится секретом счастья. Мне в жизни очень сильно повезло, потому что я никогда не работала. Это чувствовать вкус жизни. Вот что для меня такой спорт. А также рассказать, что она доволена своей спортивной карьерой. Возможно, я неправильно поставила задачу на Олимпийские игры. Для меня самым главным было подняться на пьедестал. А если бы я мечтала о первом месте, возможно, все бы сложилось по-другому. Розиграш подарунка и мастер-класс от Говаровы – дивиться далее в программе. Развею все мифы за пять секунд. В 2004 году я закончила активную спортивную карьеру, но, как видите, из спорта не ушла. Потому что спорт – это вся моя жизнь, это все, что связано, все взлеты. И спорт сформировал меня такой, какая я есть сегодня. Дал очень много перспектив. И я вам скажу, что я думала, мне в жизни очень сильно повезло, потому что я никогда не работала. Я всегда занималась любимым делом. И занимаюсь любимым делом. Спорт – это философия жизни, это здоровье. И я очень хочу, чтобы каждый почувствовал вот это вот ощущение драйва, вот это ощущение кайфа, вот это ощущение удовольствия, когда ты в хорошей физической форме, когда ты активен, когда ты просыпаешься и понимаешь, что есть возможность покорить мир. Вот что для меня спорт. Поэтому я и не ухожу из спорта. Спорт – это моя жизнь. Он сделал меня такой, какая я есть. Сейчас очень хорошая пословица. Если бы молодость знала, а старость могла, да, анализируя свои выступления, анализируя то, как я тренировалась, анализируя то, что было в моей спортивной карьере, возможно, я бы уже по-другому построила определенные моменты и подготовку, и психологические какие-то факторы. Возможно, я неправильно поставила задачи на Олимпийские игры. Для меня самым главным было подняться на пьедестал. А если бы я мечтала о первом месте, возможно, все бы сложилось по-другому. Сказать, что есть нотки сомнения, такого, ну, нотки сожаления – нет. Мы всегда с девчонками шутили, что на Олимпиаде был самый справедливый пьедестал, потому что мы именно так по сезону и шли первое, второе, третье место. И так мы вот и закончили этот сезон. У нас остались очень хорошие отношения. Мы, ну, я не скажу, что мы там созваниваемся каждый год, но при встрече мы обнимаемся, мы рады друг другу, мы смотрим искренне друг другу в глаза. И нужно сказать, что мое поколение тройничек – все как-то очень реализованы. Шарка Каспаркова работает на телевидении, Тереза Маринова, которая выиграла, тоже работает на телевидении. И Таня Лебедева тоже, ну, все предели, все так и остались в своей, скажем, там, стихии. Когда тебе 20, тебе кажется, что весь мир у твоих ног. Когда тебе 30, ты думаешь, ю-ху, еще есть порох в пороховницах. Но ты же хочешь оставаться в этом состоянии, вот, в состоянии кайфа, в состоянии драйва. И когда ты в определенный момент не тренируешься, ты понимаешь, что ты становишься как старая разбитая калоша. Только у спортсменов, в чем фишка, они очень быстро возвращаются в форму. И поэтому здесь легче в какой-то момент. Но есть и другой момент, как мой знакомый сказал, ты зарядку наделась на 200 лет вперед. И это тоже иногда расслабляет. Вот найти вот этот баланс, научиться заставлять себя, даже не заставлять, нет, это неправильно. Ты ходишь так, а, все, ничего не хочу, все, устала, все плохо, все, все, хочу, все, у меня куча встреч и все остальное. Но в это время самое главное одевать спортивную форму. И когда ты одеваешь спортивную форму, такой, стоп, все, иду на пробежку, ну пробегу 2 км, ну хорошо, ну еще 2, ну отлично, ну еще 2. А потом так, о, уже 6, пора домой. Такое чувство кайфа, когда ты знаешь, ради чего ты это делаешь и зачем ты это делаешь. Это ты понимаешь, что ты потом можешь преодолеть любые препятствия, вот и все. У каждого человека есть своя мечта, так вот он добивается ее намного быстрее или цель. Он добивается ее намного быстрее, когда он проговаривает свои мечты, выполняя какую-то физическую нагрузку. Это не я сказала, это подтверждено учеными, это посыл в космос. То есть я так думаю, что организм, когда физически трудится, он понимает, что есть такая установка, что да, я и здесь могу преодолеть какое-то определенное препятствие. Но не я сказала, но проверено на личном опыте. И всегда говорю, что все изменения, которые произошли в моей жизни в положительную сторону за последние несколько лет, я намечтала на беговой дорожке. Поэтому лучшая мотивация, все мы хотим жить хорошо, красиво, здраво, классно, но у каждого свой критерий жизни. Это все можно достичь, когда вы активны, когда вы движетесь. Только в движении, больше никак. Со временем, когда ты становишься старше, ты понимаешь всю глобальность олимпийского движения, вот все, что происходит. Я первый раз в жизни поехала на Олимпийские игры не в качестве спортсменки, а в качестве главы комиссии атлетов в Рио-де-Жанейро. И я настолько была, на меня нахлынули те воспоминания, когда я была спортсменкой, но ты тогда как бы в своем варишься кругу, у тебя все настроено на результат, ты не смотришь ни лево, ни право. А уже будучи со стороны, возможно зрителем, человеком, который мотивирует людей, пытается как бы поднять боевой дух и так далее, это вот тогда приходит осознание, что нас не будет, не будет вообще там определенный, может пропасть все, но это движение останется, потому что в одной точке сконцентрированы лучшие из лучших, ну я бы сказала генофонд мира, возможно так. И вот эта аура силы, энергии, позитива, хорошего настроения, хотя разыгрываются свои драмы, она присутствует и ты ее ощущаешь физически. И ты понимаешь, что ты вот частичка вот этого глобального классного движения, где совсем другие правила, где совсем другие эмоции. И мне так хочется, чтобы каждый ребенок мог это ощутить и мог это почувствовать, потому что не обязательно быть олимпийским чемпионом, не обязательно становиться там мега крутым, но знать прописные истины, знать, что это такое, понимать, ощущать, чувствовать себя причастным к этому движению, это очень важно. Ведь можно тренироваться, можно заниматься, можно быть волонтером, можно знать олимпийское движение, можно приходить и общаться с ребятами. Это очень масса возможностей. И когда мы проводим Олимпийский день и Олимпийский урок, я в качестве ведущей, в качестве главы комиссии атлетов организовывает Национальный Олимпийский комитет. Это настолько важное дело, потому что ты видишь, как у детей загораются глаза. И для меня это самое, наверное, самое большое счастье, потому что я понимаю, что вот эти детки, они уже вкусили вот это вот чувство, чувство причастности, чувство причастности к чему-то большому. И так приятно, когда приходит там Олег Верняев, когда там Жан Белинюк, когда была Аня Бессонова, когда они приходят на Олимпийский, когда все наши спортсмены, извините, что не всех сейчас перечисляю, когда наши олимпийские чемпионы раздают автографы, эти маленькие детки за ним бегают как хвостики, когда родители интересуются тем или иным видом спорта, когда ты понимаешь, что вот, ну вот я рассказываю, у меня мурашки похожи, потому что то, что ты хочешь передать, оно востребовано, и люди действительно это впитывают и понимают. Что касается, я же не только, ну, общаюсь с людьми о спорте, достаточно много провожу мастер-классов, люди загораются, потому что если смогла я, то сможет каждый, и это правда. У нас есть у кого, я училась и учусь до сих пор у наших великих спортсменов, у нас есть у кого перенимать опыт, у нас есть у кого учиться, нам есть что сохранять и нам есть что развивать. Поэтому для меня олимпийское движение, это, наверное, история всей моей жизни. Мне очень повезло, что в свое время, уйдя из спорта, вот очень многие спортсмены, ну, немногие, да, некоторые не могут найти себя, да, понимая, что ааа, куда, что, как, чем заниматься, куда идти, за что хвататься. Мне повезло, потому что я вот как-то закончила в 2004-м, а в 2005-м я уже попала в Олимпийский комитет, в Национальный Олимпийский комитет. Это для меня стало вторым домом, второй семьей. И я благодарна Богу за то, что у меня есть такая возможность учиться, это стоит, это вот никакие институты не надо, да, это вот учиться у Сергея Назаровича Бубки, потому что он глобальный человек, он глыба. И это не только какие-то спортивные, да, моменты, это не только вот управленческие моменты, это философия жизни, это взгляд на вещи. И я очень мало встречаю таких людей, которые рассуждают так глобально, которые настолько велики, но настолько просты в общении. И каждое общение с ним, будь то комиссия атлетов, будь то какой-то семинар, будь то какие-то, будь то исполком Национального Олимпийского комитета. Вот просто нужно слушать и впитывать то, что он говорит. Для меня это важно, для меня это ориентир, как поступать по жизни. Если есть какие-то сомнения, как поступить, то я всегда пытаюсь подумать, а что бы было, а как бы поступил этот человек. Потому что честность, потому что умение оставаться самим собой, не изменять себе и быть таким, какой ты есть, это очень важно. Меня поразила одна фраза. Я когда сама писала интервью с ним, он сказал, я служу Олимпийскому движению. И это было настолько для меня вот открыто, а потом мы как-то, открытие для меня было. А потом мы как-то общались по поводу комментариев, по поводу работы на телевидении. И он сказал гениальную фразу, от которой вот можно сказать, что она для меня очень много открыла. Комментатор должен вдохновлять. И всегда, когда я готовилась к комментарию, либо готовилась к программе, я всегда помнила эту фразу. Комментатор должен вдохновлять. Я редко от кого, я единственная от кого услышала вот такую формулировку, точную, вот точное попадание в цель. Комментаторство программы для меня это такое вот продолжение спорта, адреналин, когда ты в прямом эфире, когда ты уже ничего не можешь исправить, когда ты должен быть честен перед собой, перед зрителем. Для меня это тоже очень важно. И уже внутренне ты понимаешь, где дотянул, где не дотянул, где получилось, где не получилось. Но всегда есть время учиться. И я пытаюсь учиться каждый день, каждую минуту, каждую секунду. С караваем та за усіма українськими традиціями в Олімпійському домі зустріли представників української діаспори. Саме діаспора посприяла тому, аби після здобуття Україної незалежності Національні федерації та Національний олімпійський комітет швидко визнали у світі. Вони допомагали нашим спортсменам інвентарем та з підготовкою. За словами віце-президента НОК Валерія Борзова, у 90-х роках саме спортсмени, а не посольства, першочергово формували імідж України у світі. І без допомоги діаспори наші олімпійці не мали б такого успіху. Свою любов до батьківщини за океаном виказують і досі. Наприклад, в Америці проводяться українські хокейні дні, а кілька років тому з усиллями діаспори там створено музей української слави. З експонатами допоміг НОК. Є люди, що ніколи не приїдуть на Україну, але бачать свою частинку України. Я пам'ятаю, як Оксана, бо ми маємо навіть Лежби Оксани, як Оксана Байов виграла золоту медалю, знаєте, і Віктор Петренко подарував його Лежби, знаєте, що ми маємо на показ. І дивіться, а головне, що маленька деці не прийде. Та мені маємо, що сказали про ту дівчину, таку маленьку, знаєте. І то так красиво чуєте, бачите, що... І ми страшно задоволені, що ми той музей створили. Дякую за перегляд! 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 Повторяйте! Повторяйте! Регулярно! І через 21 день, якщо ви це робите регулярно, ці упражнення, то ви увидите результат. Ну, починаємо ми з присідань. Присіданье разні. Я буду робити коротке кількість, а краще зробити по 15 повторів. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Спробуємо підгладorama навп judicialнах оберканий зробити його такуалі. Дякую за переглядом які інжіCEa на співлітку! Зб奇омі крані доморалися, Колени не выходят за носки. И чуть-чуть усложним. Любимые выпады. Фишка в том, чтобы колено строго за пяткой было. И тогда совсем включаются определенные мышцы и дают этот тонус. Руки на поясе как угодно. Садимся ровненько. Не падаем вперед-назад. Тоже делаем самая на другую ногу. Следующее упражнение – полу-йога. Проработали руки. Просто сжимаем кулачки. Фишка, секрет этого упражнения в том, что сжимаем мы кулаки 4 минутки. Ну, вы сами почувствуете, когда, как напрягаются мышцы. Старайтесь любое упражнение, которое вы делаете, держать себя прессом и спиной. То есть не расслабляться. Когда человек делает упражнение с улыбкой, у него получаются свободные движения. Поэтому улыбайтесь. Есть очень простое упражнение, которое может привести в тонус ваши стопы. Оно, сразу говорю, это не гопак. Это упражнение, которое нужно делать на прямых ногах и стопы на себя. Вот такие вот прыжочки легкие. Стопы на себя. Ну и закончим. Обязательно нужно сделать заминку. Но в качестве заминки я покажу хорошее упражнение, которое и выровняет вашу осаночку. Очень простое. Ладони вместе, тыльной стороной вместе. Упражнение Упражнение – это не просто настраивает ваше физическое тело. Упражнение настраивает и головной мозг. И некоторые упражнения, они не только на вариативность, ну скажем так, физическую, они еще и на вариативность мышления. И очень я даю одно упражнение, и люди начинают теряться. Как же с чего правильно сделать? Я покажу, как это упражнение делается. Это просто одна рука вперед, другая назад, но одновременно. Очень все просто, казалось бы, ничего сложного. Но тем не менее, начинают путаться, знаете, как сороконожки. Как будто вот 10 рук, 10 ног и так далее. Но когда ты говоришь, отпустите голову, не думайте. Отпустите голову, и движение само пойдет. Ну буквально там раз, два, три, и у людей начинает получаться. О чем это говорит? О том, что вот все здесь, мы сами себе ставим какие-то барьеры, преграды. Мы пытаемся анализировать, мы пытаемся что-то делать. Нужно просто отпустить и жить. Ну, жить и наслаждаться жизнью. Чемпионат Европы по легкой атлетике, который вот только недавно закончился, он, честно говоря, меня покорил. Покорил тем, что я увидела такую классную сборную. И непередаваемые эмоции в комментариях, когда ты комментируешь, видишь, как ребята борются, как они соревнуются, как они побеждают. Но это вот ощущение, когда ты сидишь, и ты вот такое впечатление, что ты вот там вот, ты готов к ветру так, ху, дуть, чтобы побыстрее. И дальше ребята летели и прыгали. Меня лично очень впечатлил результат Марины Бех, потому что я как тройничка понимаю, насколько было сложно соревноваться, когда ветер по сектору вот так вот гуляет. То минус 1,5, то плюс 0,1. Это все время ты подбираешь, ты должен ориентироваться по разбегу, чтобы не заступить, чтобы четко попасть на планку. И в чем сила этого результата, и в чем вот уникальность этого результата, потому что она добавила в последние попытки. Это говорит о том, что она боролась до конца, она показала очень классные прыжки, ну вот реально классные прыжки. Единственное, конечно, когда вот, вау, вторая, и ты понимаешь, что 2 сантиметра, 2 сантиметра вот от золотой медали. Ну, я очень за нее радовалась, честно, я чуть в эфире не расплакалась, потому что действительно красивая была. Наташа Прищепа, которая выиграла золотую медаль, подтвердила, да, звание чемпионки Европы. Это тоже очень важно и очень, ну, это сложно, да, завоевать, но подтвердить еще сложнее. И у нее это получилось. И плюс ее поведение, когда упала ее соперница, она вернулась, помогла. Это тоже говорит о человеческом характере. Ну и что, друзья, сейчас время конкурса, и от меня вопрос такой. С кем я заканчивала из тренеров спортивную карьеру? Три варианта. Олег Сергеев, Корбаченко Юрий, Голубцов Анатолий. Правильные ответы присылайте на страничку в фейсбук Национального Олимпийского комитета. Ну, а какой будет подарок победителю от меня? Это сюрприз. С вами была Елена Говорова. Я с вами прощаюсь. Ну, а вы смотрите на следующей неделе новые Олимпийские истории с новым ведущим. Субтитры подогнал «Симон»!